В Турции в результате авианалета погибли по меньшей мере 35 курдов. Правящая партия справедливости и развития признала, что военные самолеты, совершившие нападение на деревню на юго-востоке страны, вероятно ударили по неправильным целям. Представитель партии пообещал, что если ошибка подтвердится, виновные будут наказаны. Трагический инцидент произошел в деревушке Артасу, недалеко от иракской границы. Ранние военные заявили, что авиаудары были нанесены по группе боевиков-сепаратистов из рабочей партии Курдистана и РПК, которые готовили нападение на армейские базы. Однако потом выяснилось, что жертвы были не курдскими боевиками, а предположительно контрабандистами. В приграничных с Ираком регионах Турции турецкая армия регулярно проводит спецрейды против боевиков рабочей партии Курдистана. Конфликт турецких властей с РПК, который добивается независимости для курдов, продолжается более 25 лет. Он унес жизни свыше 40 тысяч человек. Турция, США и Европейский Союз включили РПК в список террористических организаций. Около двух тысяч курдов вышли на улицы Стамбула на акцию протеста против действий турецких военных на иракской границе. Многие выкрикивали лозунги в поддержку рабочей партии Курдистана. В ряде случаев эти акции завершились столкновениями с полицией, использованием слезоточивого газа и водометов. Курдский журналист и писатель Умид Фырат считает, что Анкаре следует приложить все силы, чтобы загладить последствия трагедии. Очевидно, что контрабанда в этом регионе – реальность. Естественно, что любой стране приходится применять силовые меры для того, чтобы справиться с такими проблемами. Но это не та проблема, которую решают реактивной авиацией и вообще военным вмешательством. Когда вы проводите операцию с целью взять регион под контроль, вы теряете людей и в физическом, и в психологическом смысле. И этот негативный эффект остается. После произошедшего жители региона начнут с сомнением относиться к инициативам правительства. Но на этом главу истории закрывать нельзя. Правительство, наоборот, должно сделать все, чтобы стереть негативные воспоминания о подобных происшествиях и вести более открытую политику. 17 правозащитных и продемократических организаций, в том числе европейские и американские, стали объектами пристального внимания египетских властей. Генпрокуратура страны санкционировала обыски и изъятие документов в офисах этих компаний, чтобы выяснить источники их финансирования. США обыразили обеспокоенность действиями египетских властей. Представитель Госдепартамента Виктория Ноланд заявила. Мы призвали правительство Египта немедленно прекратить притеснение неправительственных организаций и их сотрудников, вернуть собственность и решить этот вопрос немедленно. В обращении руководства одной из этих организаций, базирующегося в США Международного республиканского института IRI, говорится о том, что даже во времена Мубарака не творилось подобных бесчинств. В то же время, по данным следствия, деятельность этих компаний осуществляется без соответствующих лицензий МИДа и иных уполномоченных ведомств, а также нарушает ряд положений в законодательстве Египта. В Сирии, несмотря на присутствие рабских наблюдателей, волна насилия не идет на спад. На интернет-сайтах размещаются все новые видеозаписи, которые говорят о кровопролитии в городах Хомс, Хама, Дера и Иглиб. Визит экспертов Лиги арабских государств в Сирию призван содействовать регулированию конфликта между правительством и оппозицией. Члены, прибывшие в страну группы, размещаются сразу в пяти районах, охваченных волнениями. Жители Хомса показали наблюдателям тело пятилетнего мальчика, убитого, как утверждают его родные, во время разгона правительственными силами акций протеста. В четверг в Сирии в ходе банифестаций, по словам активистов, убиты по меньшей мере 25 человек. Демонстрация против режима Башара Асада прошла накануне и в одном из кругов городов Дамаска. Антиправительственные протесты в Сирии начались в марте этого года. По данным ООН, общее число жертв в столкновении превысило 5000 человек. Сотни человек собрались в Москве на митинг в поддержку Сергея Удальцова. Удальцов, лидер движения «Авангард красной молодежи» и координатор Левого фронта, был задержан 4 декабря, в день парламентских выборов. Его супруга рассчитывает на народную поддержку. «Один в поле не воин, как известно, но вы же видите, что народ стал подниматься за свои права, а вместе, пока мы едины, мы не победимы, это наш лозунг, мы рассчитываем, конечно, на поддержку массы». «Последнее дело, по которому Сергей Удальцов сейчас сидит, абсолютно сфабриковано, абсолютно сфабриковано. Об этом говорят юристы, правозащитники, общественные наблюдатели МВД и так далее. Поэтому это просто беспредел, это безобразие. И таких людей по стране, к сожалению, не только Сергей Удальцов». Суд признал его виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Находясь в заключении, Удальцов объявил в знак протеста сухую голодовку, в связи с чем ему уже дважды требовалась госпитализация. «Последний диктатор Аргентины, ныне 83-летний Рейнальдо Биньоне, приговорен к 15 годам тюрьмы за преступление против человечности. Такой вердикт вынес суд Южноамериканской республики. Биньоне признан виновным в пытках и убийствах людей в годы военной диктатуры 76-83 годов. Это третий по счету приговор Биньоне, который уже отбывает пожизненный срок. Однако по состоянию здоровья отставной генерал находится не в тюрьме, а под домашним арестом». «Участники этой акции считают, что Биньоне так и не понес заслуженного наказания. Мы не можем согласиться с этим приговором. Это просто смешно, помятуя о том, какие преступления были совершены, какие еще нужны доказательства. Они хотят в свидетелей тех, кого убили и замучили, хотят, чтобы они восстали из-под земли и со дна океана и выступили свидетелями». В 1983 году Ринальдо Биньоне передал власть гражданскому правительству президента Рауля Альфонсина. По официальным данным, в годы диктатуры в Аргентине пропали без вести 18 тысяч человек. По мнению правозащитника, в общей сложности жертвами режима стали 30 тысяч. Главарь одного из крупных мексиканских наркокартелей Артура Баутиста задержан полицией вблизи американской границы в четверг. Сообщается, что поимка преступника стала возможной благодаря показаниям трех его подручных. Баутиста стал преемником арестованного летом лидера картеля Хосе Антонио Акосте, который обвиняется в причастности к убийству полутора тысяч человек в Сьюдад-Хуаресе. Этот город считается самым криминогенным в мире. Через него в США направляются крупные партии наркотиков, и преступные группировки ведут здесь борьбу за влияние. В 2006 году мексиканские власти объявили войну наркокартелям. На подмогу полиции в город были направлены военные. Несмотря на принимаемые меры, за последние пять лет здесь было совершено 10 тысяч убийств. Всего в стране за это время жертвами наркомафии стали 46 тысяч человек. В этом году по всей Мексике прошли массовые акции с требованием положить конец кровопролитию. В срочном порядке улучшить жилищные условия кур. Пытаются британские птицеводческие фабрики, чтобы не нарушить вступающий в силу закон о новом минимальном размере клетки. Сегодня на многих фермах птицам подыскивают и новых хозяев, чтобы они не остались в холодную пору на улице. Впрочем, курицы точно предпочитают свежий воздух перенаселенной птицеферме, хотя на этой уже установлены новые клетки. Мы, безусловно, поддерживаем британских фермеров, так как в противном случае яйца начнут возиться из-за границы, и у нас не будет возможности регулировать здесь условия содержания птицы, говорит представитель организации по контролю за разведением кур Джейн Джилл. Раньше защитники животных призывали бойкотировать продукцию домашней птицы, в частности яйца определенного калибра, чтобы заставить фермеров соблюдать нормы содержания кур. Многие британцы пришли на помощь местным птицефермам приютив кур, оказавшихся без крова. Продолжение следует... Продолжение следует...